Хей, всем привет, путники интернета, с вами Никит Сумаракайда, а чё это у нас такая какома грустненькая? Что случилось? Ладно, в общем, всем привет, я продолжаю дальше играть в Love Money Rock'n'Roll, Любовь Деньги Rock'n'Roll, и сейчас у меня есть выбор, извиниться или стоять на своём. Итак, я, как я сказал, в начале прохождения, вот, когда начал только играть в игру, когда она только вышла, то есть на момент 4 августа, я решил действовать просто по методу, как бы, вам сказать, как бы в реальной жизни бы я вообще делал. Итак, что бы я сделал бы, извиниться или стоять на своём? Выбор очевиден, что я буду стоять на своём. Или иногда всё-таки женщине нужно, типа, сказать, ну извини меня, ну и тому подобное. А не буду ли я лохом, на самом деле, если я вообще буду извиняться? Давайте так, я бы поступил в реальность жизни бы, вот, стоять на своём. Типа, ну, что-то такого, что я не сказал про Химицу. Кстати, ладно, в предыдущей серии мы встретились с Химицу, и перепалка чуть-чуть началась. В общем, начинается драма. Ну, я буду стоять на своём. Так что, извините, я, вот, если я получу плохую концовку, ну, значит, амуть быть. Но потом я изменю свой выбор, типа, стоять на своём, я буду стоять на своём, да. Минус? Похрен, похрен, похрен. Я говорю, я понимаю, как это выглядит, но я действительно не думал, что мы столкнёмся с Химицу на фестивале. И прежде чем ты ещё что-то скажешь, просто знай, вот что. Я хотел как лучше. Как лучше, Никасан? Усмехнулась, Ковыма, наконец, обернулась ко мне. То есть ты правда считаешь, что такие оправдания что-то меняют? Ну, хочешь, расстреляй меня. Я сужил ладони в мольбе и встал на колени. Блядь, так это клоуна должен начинаться. Может, и стоило бы. Она медленно встала, подошла к шкафу, открыла его и начала вытаскивать свои вещи. А! Ты что делаешь? Подобного развития события точно не ожидал. Только кому не отвечал, и всё делало медленно, размеренно и даже как-то вызывающе аккуратно. Куда ты собралась на наш глядя? Спросил я, не скрывая раздражение. В смысле? После милой беседы с твоей рыжей подругой, я уверена, что оставаться здесь нельзя. Типа, что, нас найдут, что ли? Куда мы поедем? Сейчас уже поздно, электрички не ходят. Ты можешь пойти к своей подруге, Никасана. Она вроде где-то рядом живёт. Уверена, она будет рада. Слушай, женщина, если честно, вот, правда, я читаю, нет, я могу косвенно понять персонажа, но не до такой же степени, что прям, всё, я уезжаю, нас могут вы... Не, ну, вычислить, да ладно, ну, типа, то, что я не сказал о Химицу и тому подобное, что она на фестивале будет, там, ну... Блять! Слушайте, это уже перебор чуть-чуть, на самом деле. Ты можешь пойти к своей подруге, Никасана, она вроде где-то рядом живёт, уверена, она будет рада. Ну, хватит уже, я вскочил и схватил какому закону, но та никак не отреагировала, продолжая делать вид, что меня здесь нет. Наступила неловкая пауза, потому что я не знал, что делать дальше, а ей, похоже, было это вообще наплевать. Ну, тем временем за окнами послушались весёлые крики, видимо, подвыпившие жители возвращались в фестиваль. Ну, да, блин, кто ещё? Никасана, я понимаю, что сейчас не могу никуда уехать, но завтра первым же поездом. Я отпустил её в руку. Ты можешь поехать со мной? Окей. Господи, ну куда? Пока не решила. Серьёзно? Я был не в силах продолжать этот разговор, поэтому просто вышел из комнаты и отправился бродить по улице. То и дело, у меня проходили весёлые жители деревни, расходящиеся по домам. Они улыбались мне, и она тоже наулыбалась им в ответ. Блин, неожиданно вообще, если честно. Когда вернулся, как он уже легла спать. Утро вечера мудренее. Спать лёг, и я оттащил свой футон в угол комнаты. А, я думал, что-то ещё будет. Кстати, какой там ди... А, ещё будет сон, что ли? Или что? Или надпись какая-то? А, нет. Три точки. Казалось, что этот вечер вон-то у меня окончательно заснусь не получалось. Хоть убей. Кагома лежала тихо и прислушивая, но не различал даже её дыхание. Итак, внезапную встречу с Химитсу оброшивайся в мои планы на спокойную жизнь. Уже как будто начинавшие было вырисовываться. Я не мог винить Кагома, но не мог на самом деле считать её реакцию чрезмерной. Ну, окей. Ведь действительно, будь на месте Химитсу, любой другой человек, знакомый или нет, который представлял бы для нас угрозу, бы первым бросился собирать чемоданы. Получается, моя попытка как-то оправдать Химитсу иррациональна, и даже может нам навредить? Ну, блин, ну тут сложная ситуация. Вот я читал на самом деле. Сейчас чайок. Кстати, если вы пьёте чай, типа, давайте стукнемся вот так вот. Так, короче. Я хотел сказать то, что... То есть, выходит, да. С какой-то точки зрения, выходит, он прав всё-таки, Николай, то, что представляет опасность. Но тут... Я хотел ещё сказать то, что я где-то читал статье. Вот она недавно вышла, кстати. Кто-то уже, блядь, просто взял и прошёл игру. Не, многие сейчас прошли, я просто увидел там на все концовки чуть-чуть вот прошло. Людей, то есть, достижения, войны и меры. Я только одну получил. Игра реально не такая уж прям маленькая. Ну, я так и думал, что она будет больше, потому что она столько разрабатывалась. Но, тем не менее. Тяжёлый сюжет. В принципе, да. Согласен. Тут бывает, конечно, какая-то ерунда написана, но, тем не менее. Получается, моя попытка как-то оправдать химицу иррационально даже может нам навредить? Конечно. Далеко не факт, что она сразу побежит всё рассказывать отцу. Не факт, что тот сразу бросится докладывать корпорации. А нахуя? Подождите, а зачем? А зачем ему делать это? Вот вопрос. Вот это вот я чуть-чуть не понимаю. Типа, а зачем рассказывать всё корпорации? Типа, сдавать человека... Ну, блядь. Я батю химицу тогда, я не знаю, я ему морду набью. Вот, если честно, если такой реально будет. Типа, и кто вообще работает батя этот? Химицу. Так, ой, я уже не помню, как его зовут, короче, ладно. И, конечно же, не факт, что нас тут же найдут, схватят, будут пытаться или убьют. Однако количество допущений непозволительно велико. Ага. Ну, может, всё-таки, блин. Может развиться такое событие, что реально могут... Блин, не знаю, хз, я не могу сказать. Хотя, мне кажется, на самом деле, химицу не расскажут. Ну, я не знаю, тогда и нас возьмут, по идее. Типа, это выгодно химицу? Я думаю, нет. Гудов ли рисковать Кагамо ради того, чтобы защищать даже не химицу? Нет. А мою веру в её преданность и здравый смысл. Ну... Я не знаю. Готов ли... Блин, ну тут сюжет уже пошёл более интересный, честно скажу. Вот когда они приехали только в деревню, там немножко скучно было. Бытовая жизнь, так сказать, но теперь набирается всё. Ладно, окей. Готов ли я рисковать, вопрос? На самом деле, я могу сразу ответить, что нет. Не готов. Что стало, если я окажусь прав, когда риск ошибки неприемлемый высок? Ммм... Трудно сказать. Если Кагамо хочет уехать, утром мы уедем. Окей. Я выручивался ещё не меньше часа и уже почти заснул. Как вдруг начали различать незнакомые голоса относишься откуда-то снизу? Опа, 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 опа. Ну-ка, подождите-ка. В прихожей гостинице кто-то разгорел на повышенных тонах с хозяйкой. Я приподнялся на локтях и прислушался. Что-то разобрать было сложно, но кажется, ночные гости несколько раз учетливо по слогам повторимую фамилию Анохин. Я замер, как будто это могло меня спасти от того, что она двигалась. Но как они так быстро здесь оказались? Дождись, Якимитсу побежал домой, позвонил отцу, а тот сразу сообщил корпорации... Нет, на раздумье сейчас нет времени. Тихо, тихо, тихо. Я растолкаю Кагамо, но она не спешила просыпаться. Тогда я рывком поднял её с футона. Ни хренайся. Нам надо бежать, немедленно. Что случилось, Никасан? Засыпанной глазами смотрела она куда-то сквозь меня. За нами пришли, она внизу. А не внизу, точнее. Слава богу, что самые нужные вещи, документы и деньги у нас были собраны в небольшой сумочке, чтобы в случае необходимости мы могли не мешкать, бежать отсюда. Я надеюсь, что до такого момента не дойдет, но жизнь вновь всё расстрелила по своим местам. Никасан. Похоже, как мы наконец начали понимать, что происходит. Уходим, только тихо. И куда мы уходим? Через что? Через окно? Мы бесшумно прокрались к задней лестнице. Ага. Вышли через чёрный ход. Ага. Какое счастье, что у этой старой гостиницы он был. Только на улице я заметил, что к какому-то с тех пор в Юкате. Хе-хе. Она поймала мой взгляд нахуриваюсь. Да похоряду. Что такого случилось, что я даже переодеться не успела? По-друге я расскажу. Мы ушли быстро, но не переходя на бег, стараясь оставаться в тени. Улица даже ночью была довольно ярко освещена. Хотя казалось бы. Никасан. Когома остановилась и ворвалась свою руку из моей. Ты-то не хочешь уезжать. Кто-то не хочешь уезжать, то будешь меня посреди ночи и точно не пойми куда. Объяснись. Я быстро обледелся и не заметил погоню. Ты была права. Насчёт химии тут. Ты была права. Я расслышал, как на первом этаже кто-то спрашивал у хозяйки про меня. Про тебя? Лицо когома вытеснуло. Блин, почему эта музыка именно здесь? Ну, блин, она подходит под ситуацию комедийную, серьёзно. Лицо когома вытянулось. Вытянулось, точнее. Она, наконец, начала понимать всю серьёзную ситуацию. Я слышал, как несколько раз назвали мою фамилию. Не думаю, что это визит вежливости. Как бы там ни было выяснять, что им от меня нужно, я не намерен. Мне было больно признавать, что химитсу действительно заложила. Но ещё я больше удивился оперативности корпорации. У-у-у. У них агентов каждой японской глухомани, что ли? Значит, нас всё-таки нашли. Обречённо вздохнула она. Отчитывать меня будешь потом, а сейчас надо на станцию узнавать, во сколько самый ранний поезд. А, поедем дальше к Японскому морю, я не знаю. Нет, Никасан. Тихо сказал когома, опустив голову. Что? Что? Нет. Мы не будем больше бежать и прятаться. А что же мы тогда будем делать? Не понимаю, что я спросил. Ага. Если нас нашли здесь, то найдут где угодно. Но ведь дело в химитсу... Ай, ты была права. Дело не только в ней. Разве ты хочешь всю жизнь скрываться, постоянно оглядываясь и трястись от каждого шокоха? Сегодня ты вовремя услышал их. А завтра они схватят нас во сне. Я не могу и не хочу так жить. Что нам тогда делать? Что ты предлагаешь? Надо вернуться в Токио. В Токио? Распиялся я и несколько раз обошел вокруг обомыслов на вокруг диковинной скульптуры. Может, тогда сразу займемся в офис КБши Корпорэйшем и облегчим им работу? А? Что думаешь? Никасан, я серьезно. Да я вижу, это что-то... Это-то больше всего и пугает. Мы должны вернуться. Если у тебя нет какого-то тайного плана, то это самоубийство. Ну, у тебя же планы были, ну ё-моё. Она молчала, плотно жав губки и пристально смотря на меня. Нет ведь? К какому-то что-то от меня скрываешь? Мы опять начинаем этот разговор. Мы же договаривались больше не врать другу. Я тебе не врал, Никасан. Но и договаривал. Какая разница? Я взбесился выше всякой меры. Тогда говори сейчас, я слушаю. На которую я явно не собрался ничего рассказывать, извиняюсь. Давай сначала решим первостепенные проблемы. Сядем на поезд, а тому же и поговорим. Да ты... И продолжал слиться, но не знал, что на это возразить. Так или иначе, убраться отсюда, это наша главная задача. И даже не важно, куда именно, ближе к морю или в сторону Токио. Хорошо, пошли. Самый ранний поезд прибывает на местную станцию в 4 утра. Сейчас сколько времени вообще. Мы стояли на платформе почти... Мы стояли на платформе на почтительном расстоянии друг от друга и молчали. Вскоре нас заметил станционный смотритель. Подошел, поинтересовался, куда это мы собрались в такую раннюю. Но гостил горячим чаем. Опа! Представим, что я колян тоже согласился. Я то и дело поглядывал на улицу, опасаясь, что те, кто пришли за нами в гостиницу, догадаются проверить дистанцию. Кстати, да. Кто это был вообще? Но время шло, а деревня спала так же крепко и безмолвно, как обычно. Никакие чужаки не нарушали ее покой. Я не мог даже предположить, что именно от меня скрывает Кагама. Это точно нечто достаточно важное, чтобы стать причиной возвращения в Токио. Дед может? Почему она говорит об этом только сейчас? Почему я рассказала раньше? Я пытался сделать хоть какое-то предположение, но в голову ничего не приходило. Хотелось только в тепло и спать. Блин, каждый раз сижу, честно говоря, я немного отвлекусь. Но, блин, я так привык к этому растению. Какое-то, я не знаю, оно пахнет так приторно. Серьезно. Фикус? Нет, не фикус. Хотелось только в тепло и спать. Наконец, поезд прибыл, а буквально влетел в вагон, таща кого-то за собой. О! Редкие пассажиры спали в разных, но одинаково неудобных позах. А, даже пластиковые спали. Даже новое вот это вот. Ну ладно, окей. Редкие пассажиры спали в разных, но одинаково неудобных позах. Угу. Мне становилось страшно данную мысль, что кто-то каждый день тратит по несколько часов на дорогу до Токио, и потом столько же на дорогу обратно домой. А, то есть они в Токио ездят, что ли? Насколько бы тяжела ни была работа в шахте, она хотя бы находилась поблизости от отеля, в котором мы жили. Как бы она сидела рядом со мной и выглядела совершенно выпавшей из реальности. А я так устал, что не мог ни на чем следоточиться. Вспомнил. Почему все-таки обратно в Токио? Итак, мы возвращаемся как-то и хотела. Теперь ты расскажешь зачем? Зачем что, Никасан? Я слову прозвучали не как вопрос, а как просьба мне продолжать этот разговор. Что ты от меня скрыла? Не договаривали? Назвай как хочешь. Почему мы не бежим от врага, направляемся, так сказать, прямо к нему в пасть? Она молчала, у меня уже не было сил даже злиться. Кроме, ты меня совсем не уважаешь? Что ты взял, Никасан? Знаете, это как... Звучит как какой-то пьяница, когда я выпил. Типа, ты меня не уважаешь. Странно, а как вел бы себя пьяный этот Николай? Ну реально, вот прям бухич-бухич я хотел бы. Ладно, такой момент, а я про Пуфо. Что ты взял, Никасан? Наконец-то хоть какая-то заинтересованность. Сто что ты от меня скрываешь, не доверяешь мне, боишься, что я не смогу справиться с правдой? И что тогда? Я ведь всегда до конца честен с тобой. Хотя мне даже при желании скрывать особо и нечего. Ну да, конечно. Ну, кстати, то, что мне сказали про химицию, это реальная хуйня какая-то. Чтобы от этого так уж и прямо обижаться. А в ответ получаю такое отношение и самое противное, что я не знаю, в чём дело. Что такого важного может быть, что ради этого ты ставишь на карту наши отношения? Никасан, ну не надо драматизировать. Драматизировать? Искренне до смерти. А мне доказалось, что к Абаяши, говорит, что это относится более чем серьёзно. Да, и вы... Причём мы едем? Какому вздохнуло апостилу голову? У каждого человека есть какие-то вещи. Личные вещи. У нас с трудом подбирало слово и было сразу понятно, что это разговоры и даётся нелегко. Личное пространство в конце концов я на твоё не претендую. Не понимаю, что? О, ну-ка ещё раз прочитаю. Личное пространство в конце концов я на твоё не претендую. Господи, да в каком личном пространстве может идти речь в данной ситуации? Раскликнула я, всплеснула руками. В тюрьме, значит ли это твоё личное пространство, это в лучшем случае койка метр на полтора. Ёптить. В японских тюрьмах спят на футонов. Да ладно. Зачем ты поправила меня Кагана? Не важно, так ещё лучше. Да и речь вообще не об этом. Тебе мне совершенно не жалко. Я еду с тобой, но совершенно не знаю, к чему готовиться. В конце концов, поставь себя на моё место. Тебе-то не понравилось, что я не рассказал про Химицу. Ладно, Никасан. Лично пространство ёптить. Она вдруг отвернулась, словно заметила за окном что-то важное. Постепенно началось светать, небо на востоке разгоралось со всеми оттенками розово-красного и жёлтого. Встречайте рассвет в пользу бессонной ночи со всеми то же самое, что проснуться заслепо. В первом случае ты ощущаешь себя как будто застоявшим в прошлом. Весь мир готовится к новому дню, пробуждает ото сна и с новыми силами. Стоит навстречу солнцу, отдохнувший и посвежевший. А ты зеваешься, отчаянно стараешься держать глаза открытыми, удивляясь, что ночь прошла так быстро. Особенно летом, кстати, это правда. Если ты собираешься поделиться со мной своими секретом до того, как я засну, тебе стоит поспешить. Никасан, я никогда не рассказывал тебе о своей маме. Начала она так, словно читает скучную лекцию. Она умерла от ракона, до этого мы жили на сиракане. И жили достаточно неплохо, вполне обеспеченно. Кстати, сиракан, я недавно прочитал, я думал, это где-то на острове. Но нет, вообще, сиракана, на самом деле, вообще, в принципе, в Википедии-то есть. Я прочитал, и это, как бы, так сказать, райончик в Монтан... Нет, какой-то... Сейчас, подождите. Это, короче, район, в большом районе, так сказать, в Токио. Ну, Токио, это же большой город, там, типа, есть большие районы. И в этом большом районе, ну, если что, поправьте, есть район, ну, тут, тут, сиракана. Ну, в Википедии-то сиракана написано. Она умерла от ракона, до этого мы жили на сиракане, и жили достаточно неплохо, вполне обеспеченно. И что? Я молчал, внимательно слушал. У японцев зачастую принято вставлять короткие реплики в разговор, тем самым подчеркиваю заинтересованность в том, что говорит собеседник. Это... Ну, ладно. Но я молчал, внимательно слушал. И мне было очень хотелось сказать, что мама всего добилась сама, но... Кабо-моему, глубоко вздохнула и собралась с духом. Она была дочерью Кабояши Джуны. ЧЕГО? ЧТО? ЧТО? СЕРЬЁЗНО? Это правда? Ты не врёшь? Не-не-не-не-не, подожди, я так сразу не поверю. Ты чё, серьёзно, что ли? Я понял смысл каждого слова по отдельности, но мне никак не удалось служить их в себе в голове в цельную единицу информации. ЧТО ПРОИСХОДИТ? ТОТ ТАТИЕ ЗАКОРЮЧКИЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ На нескольких, ну, в больших процентах, давайте так скажем. Реально интересно стало, типа, вообще неожиданно. В молодости у него был роман со служанкой. И, конечно же, незаконно рождённый ребёнок помешал бы его карьере. Это вообще охуеть. Я в шоке, я в шоке, я в полнейшем шоке. Вот теперь ещё больше захотелось пройти на все концовки, если честно. Я не должна была узнать об этом, но мама, когда умирала, решила всё-таки рассказать мне правду. Как прекратите реагировать в подобной ситуации? Я вообще в шоке. Возможно, на месте Горома бы тоже не стал рассказывать о таком. И что-то теперь надо делать. Я устал убегать и прятаться. Если он так заботится об одной своей внучке, то пусть проявит хоть какое-то уложение к другой. Вот это прикол! Не, реально, я удивился очень сильно, очень! Я не знаю, это иногда единственный момент в ЛМР, когда я действительно охуел от увиденного. Вот правда. Очуметь! Как мне превьюшку сделать? Не, ладно, превьюшка хрен. Как назвать видео? На превьюшке ещё как назвать видео? Блин, это ж... Ребята, я не знаю, сколько игрок будет длиться, но мне очень стало интересно. Короче, если бы... Ладно, потом всё скажу, короче, если вспомню. Действительно, теперь на свои места остановились многие моменты, которые я раньше не понимал. Но вокруг мне в голову пришёл вполне логичный вопрос. Он сам, я имею в виду Кобейши Джон, он знает. Мама говорила, что знает. Нас не схватили, когда мы ждали возле почтового ящика. Нам дали спокойно уехать из Токио. Сразу вспомнилась куча других ситуаций, когда нам просто везло. Выходит, старик Кобейши всё-таки как-то по-своему оберегала вторую внучку. Это всё слишком неожиданно, мне нужно время, чтобы я переварить такое. Я в шоке! Я в полнейшем шоке! Вот Ретану за это респект. Серьёзно. Кто бы что ни говорил, что он пишет иногда какую-то лютую дичь, но как построить сюжет, он здесь смог. Неожиданно, причём. Я в удивлении! А как мне играть дальше? Типа, при этой информации. Это всё слишком неожиданно, мне нужно время, чтобы переварить такое. Ну, ты переваривай, а я посплю. Как он положил голову мне на плечо и закрыл глаза. Пиздец! Человек больше всего в жизни боится неизвестности, и больше всего стремится к контролю. Мы хотим контролировать окружающую насмерть, чётко обозначить занимаемое нами в ней место. Мы стремимся контролировать отношения с другими людьми, и даже их самим. Да. Мы хотим знать наше будущее, но боимся совершать даже простейшие действия, чтобы его изменить. Согласен. Человек эволюционировал не... Человек эволюционировал не для того, чтобы жить в условиях абсолютной реальности. Мы придумываем себе рай, ад, реинкарнацию, чтобы создать иллюзию смысла. Человек эволюционировал не для того, чтобы жить в условиях абсолютной реальности. Мы придумываем себе рай, ад, реинкарнацию, чтобы создать иллюзию смысла. Любая сложная система стремится перейти в состояние равновесия, не исключение и человек. Блять, вот это... Я же просил, философию не надо. Любая сложная система стремится перейти в состояние равновесия, не исключение и человек. оквантовая неопределенность заложено самих основах мироздания как следствие случайно хаотичная природа нашего бытия не позволяет этого сделать чего блять чековались небо не для не для того чтобы жить в условиях абсолютной реальности мы придумаем себе рай от реинкарнацию чтобы создать иллюзию смысл любая сложная система стремится перейти в состояние равновесия не исключение человек а квантовая неопределенность заложенная самих основах мироздания как следствие случайно хаотичная природа нашего битья не позволяет этого сделать вводя в систему новые пусть определенные переменные тем самым облегчаем и понимание силами ай блядь да только же все было хорошо ты опять начинаешь писать какую-то хуйню человек эволюционирование для того чтобы жить в условиях абсолютной реальности мы придумываем себя хай от реинкарнацию чтобы создать иллюзию смысла людей любая сложная система стремится перейти состояние равновесия не исключение человек квантовая неопределенность заложены в самих основах мироздания и как следствие случайная хаотичная природа нашего бытия не позволяет этого сделать щеку блять вот реально я сижу читаю и хочу вникнуть но у меня никто не не совсем выходит для меня это очень сложный текст правда а квантовая неопределенность заложена самих основах мироздания как следствие то есть человек говорит то что мы хотим типа как можно лучшего ну типа да создаем себе люди люди бла-бла-бла квантовая неопределенность заложена самих основах мироздания как следствие случайная хаотичная природа нашего бытия не позволяет этого сделать вводя в систему новые пусть и определенные переменные мы тем самым облегчаем ее понимание силами ограниченного человеческого разума вводя систему новые пусть и неопределенные переменные мы тем самым облегчаем ее понимание силами ограниченного человеческого разума ладно окей я понимаю ладно хорошо вот косвенно ладно короче мы немного создаем или короче иллюзию мы думаем по-другому короче помните что философию любит говорят что чем глупее человек тем чаще он верит в теории заговора ну допустим действительно проще переложить на тайны мировое правительство масонов и рептилоидов ответственные за судьбу меры за свою судьбу в частности а при чем тут это типа иногда человек типа можно сказать облегчает себе жизнь просто действительно создать себе иллюзию такую такую на северник тут в это говорят что глупее чем чем говорят что чем глупее человек тем чаще он верит в теории заговора действительно проще перешить на тайны мировое правительство масонов и рептило ответственность за судьбу меры за судьбу частности тогда всех ошибок и проблем неизменно сопровождающих каждого человека по жизни найдется конкретный виновник кто угодно только не сам этот человек ведь так страшно знать что все происходит не по чем-то четкому даже зловещему плану а лишь благодаря действиям таких же людей как ты сам никто здравом уме не возьмется управлять ядерным реактором не имея специальных знаний и опыта человек эволюционер эволюционно склонен доверять сородичем доверия снос напишите в комментариях вот кто смотрит этот момент хотя вряд ли вам такие тексты нравится если тут была возможность пропустить это ну я не имею ввиду вот просто тыкнуть и все нет я имею ввиду то что можно было бы выбрать вариант с философской вот эту лепотой либо нет я понимаю философию но это утомляет явно были своей и столько не писал потому что я понимал что такие я не обладаю таким умом как ретан никто за вам меня возьмет управлять ядерным реактором не имея специальных знаний и опыта ну да человек эволюционированно склонен доверять своим сородичам доверие основа социального взаимодействия социальное взаимодействие основа выживания именно поэтому все плохое мы приписываем не случайности а происками зловредных империалистов коммунистов и народцев и тому подобное ой бог мой я прошу хоть быть блять сколько еще буду читать на самом деле вот эту вот время человек эволюционированно склонен доверять своим сородичам доверие основа социального взаимодействия основа выживания именно поэтому все плохое мы приписываем не случайности а по поискам вредных империалистов коммунистов народцев кто же мог предположить что обычная интрижка и когда я скажу на много лет назад приведет к такому так было 29 октября слава бога ты закончилась господи я не хочу читать или там прекратим мне не надо писать это мы совсем недавно уехали из токио но когда я вышел из поезда на платформу столичного вокзала мне показать что город стал другим может дело в том что заметно похолодало и зима теперь настойчиво стучалась дверь конечно зимой в этой части японии такие супруга как россии все ближайшие месяцы можно стоять прибег такая же покуда средствами заброски у на метр на метро на метро хотел сказать на метро мы доехали до моего района естественно я не собиралась возвращаться домой от кого начали хотела поветаться с дедушкой он помер явно ну вот мы снова в токио что дальше я должна спасти папу она подошла ближе и с мольбой заглянул мне в глаза то есть это выходит у нас ладно потом скажу она поближе она подошла ближе и с мольбой заглянула мне в глаза не касан я пыталась жить думаю что все кончено что помог больше нет цепляясь за тебя свои чувства к тебе но все это не так и неправильно даже если бы не твоя даже подруга нас бы все равно рано или поздно нашли нигде не сможем при отстатка бэш и как пара еще на счету взяла даже если сможем так ты хочешь прожить свою жизнь вчера ты говорила детям хоть чтобы наши дети росли в постоянном страхе слезным монолог него попросту нечего заразить я об этом не подумал я детях не подумал до прошлый раз киоске сообщу что умрики сана все хорошо но конечно и было этого достаточно мой телефон наверняка прослушался однако когда мы было непреклонно она позвонила деду из таксофона помнишь где мы встречались с тобой когда я была маленькая что-то вроде секретного шифра мая понятного только им двоим из-за того что мои реки сана мне бы за реки сана мне бы следить даже если будут созвалась она словно мы свои задели если бы к бояши джон хотел причинить мне вред у него для этого были все возможности это достаточно времени а почему ты не поговорила с тем когда все узнала ну смысле от мамы наконец решил спросить я хотя и был уверен что для кого мы ты не самая приятная тема так и оказалось он сам не больно это горел желанием общаться хоть и знал что пока дня знал что мама страдала действительно тот день в офисе к дальше как повышен к нему в кабинет пригласили только меня и ведь еще тогда мне это показалось странным я бы могла понять его ситуацию но даже когда мама умерла каком резко втянул каком резко втянула носом сопли уже было собирать заплакать когда мне действительно нужна была помощь теперь мне чуть яснее стали причины причины отношения к это не все так тут легко знаете ли вот это мне интересно конечно проще всего упрекнуть его могут завести как так мол ей все а мне ничего но я отчетливо понимал что на месте когда мы испытывал бы ровно те же чувства и даже после смерти матери девочки его собственной дочери к брешу джон никак не проявил тебя ну типа одно дело сделать другое дело воспитать знаете ли тут возненавидишь не только его самого но и всех кто с ним связан хотя это конечно ни в чем не виновата а или знает вообще в общем я не хочу говорить об этом холодно и что дальше о все дедом мы встречали встречать встречается на набережной далеко сгорёшь ареста контролем море я уже бросил искать логику в действиях или скорее в бездействии корпорации поэтому перестал постоянно глядываться смотреть по сторонам поисков питающихся агентов подумать только дорога смехнулась когда на что такое я всегда ненавидел этот соленый воздух вечно запаха рыбы шум и крики но сейчас у меня такое чувство ностальгии мягко подсказал я да наверное ностальгия о ностальгии то когда вспоминаешь теплотой вещи раньше казавшиеся обыденными спасибо мистер очевидность последнее о чем бы я стал вспоминать так это обыкновение прямо грызнулась как умно все же улыбнулась моряки сам уже ждал нас пока они обнимались с того стороне чувствуя неловко стоит ему сообщить что мы теперь скобина вроде как вместе с тобой все в порядке кажется похудела на и через девять месяцев бы ты были совсем совершенно другой бы сказал что ты через пять и не знаю взрослея затем и старее человек началось взрослее затем и старее человек проходит полный круг а в каком-то смысле вновь становится ребенком смотря на их воссоединение вольно улыбнулся то непроизвольные добрая улыбка которая сама появляется на церкви для за маленькими детьми приходилось много работать дедушка нынче страшно мы хорошо справлялись и опыт работы рестораны мне помог никакой он выпустил каком из локовить и повыноси камня и очень благодарен тебе за заботу о моей внучке низко поклонился да не стоит и что вы я чувствую себя неловко дедушка а ты как устроился ничего слава богу кирский кун мне очень помог виновата посмотрел на меня улыбнулся вот возьми и протянул как он и достаточно толстый сверток да что ты я не могу на самом деле после покупки юката и деньги нам бы совсем не помешали я не знал сколько стоит самый дешевый номер токийской гостинице наверно дороже чем комнатка шахтерской деревеньки сотни в километрах столицы возьми тихо шепнул я кому-то вам тоже подноска него скрипнул и как можно и как он прав вам деньги пригодятся с меня он тактику и существует как мне я же быстро стараюсь не обращать внимание на взгляд к вам и засунул в карман дедушка на откуда такие деньги я вспомнил что у меня был вклад в одном банке старость не радость уже не можем лично прятаться влюбнули стуки чтобы как у массе классно по условию что она кто-то внезапно сбил ее с ее мысли съем если я думал мне пора наконец выяснить отношения с к большим женам и вернуть папу мы с тобой никогда об этом не говорили но мама на друг замолчила бросила быстрый взгляд на мясо на поисках поддержки я рассказала никакому и тут кого мы вдруг смеешься как и могу от него это скрывать когда мы вместе покажите ли столько всего дедушка ты ведь знаешь что мама на самом деле . без и джун и после этих слов море кисана глазами вагнутова даже улыбаться быстро очевидно что совершенно не понимает о чем речь значит не знал кого матьян ты о чем и у нас он сдвинул свои густые брови а в глазах первый за все время появился гонек разума ты же понимаешь что и сиди с твоей матерью далеко не всегда были хороших отношениях я мельком был знаком с матрию на сан но не знал кто и отец о синди редко распространялся о своей семейной жизни развод стал для него серьезным ударом он поглазился с головой за работу извините что вмешиваясь где-то внучка повернуть камеру глазах метров одинаково выражение довольно так хорошо знакомые не в последнее время не похоже что побоишь и джун и сильно смущает наличие вне брачных детей иначе я запнулся потому что если вас сказать что прозвучал бы бесчувствую на чем бы давно разобрался с этой проблемой заканчивая за меня когда мы это хотите сказать не касан блять ну и что ничего не ответил но пусть его засматрившись ну как бы мы тяну что ты будешь делать дальше где жить я завтра я завтра позвоню сама примерно в то же время на реке сам застой и решительности скипелил взгляд на меня и поклонился уже не так низко рассчитывали тебя никакую когда он нашел я медленно пересчитал деньги в конверте и даже свистнула от неожиданной даже свистнула неожиданности толстая пачка крупных купюр мне хочется дать их мнение к самым деньги женщинах я не хочу будем считать что это плата за мои услуги какие-то такие услуги такие-то сама знаешь он быстро собралась возметиться на итоге промолчала ладно уже скоро стемнеть над найти безопасно местами ночлега о новый фончик дешевая гостиница в топе на котором и на которую на которую пал мой выбор на самом деле уж не так уж сильно отличается той который мы жили еще чего да все было поновее но в целом также бюджет возможно на полученные от моряки сам деньги стоило снять номер в отеле люкс меньше вероятно что у нас бы стали там искать дай плевать реально если честно просто плевать к тому же не грех и шикануть перед смертью у к дома зашел в комнату с делом и видом осмотрелась и присела на кровать чем жить и привык как именно этот номер игре вас просила на покупку по заманчу при женящемся матрасу даже мыслях не было ладно во первых мне надо переодеться посмотрел каком и действительно выбивалась из толпы юката тут же это все же не повседневная форма одежды а ну да конечно и что стоишь а что я стою так деньги у тебя точно извиних пойдем купим женское белье магазина когда мы пошла одна я только попросил ее не уходить далеко от гостиницы а мне нужно было подумать я не я не помешал какому вернуться токи но не поехать с ней и не помешал какому вернуться в токио не поехать с ней я тоже не мог но что нам делать дальше понятно что в итоге на все-таки не выдерживая решила чтобы ты не стала спасти отца вот только после неудавшейся затея с шантажом у нас не осталось больше никаких методов воздействия на корпорацию для признаться с каждым днем я все больше сомневался что акира синди вообще еще жив мне кажется он дед носу ай хотя вряд ли он уже ночь не знаю как каком оде были на 5 музыка не знаю как каком оделась и раньше живя с матерью но сейчас она купила примерно то же самое чем ходила раньше джинсы безликий свитер зато неприметно однако в одессе она вернулась уже затем на чего так долго и волновался не касано и все-таки женщина но но насмехнулся взглядом показано купленный наряд как он бросил меня пакетом из которого выпала каюты плюхнулась на хватит я подождал пока она успокоится может теперь расскажешь все же какой тепло пока находил по магазинам я чайно пытался придумать хоть что-нибудь на присутствует как будто меня заставил заставили решать одну из задач тысячелетия меня недалекого троечника казалось что я уперся в непробиваемую глухую стену если он у тебя вообще здесь есть она ухмыльнулась и посмотрела на меня с таким видом как будто уже самолично отдала кубешу джуна под суд думаешь я настолько же промечу а как и ты не касан я думаю тебе не стоит забывать что похитив или ты фактически поставила деда перед выбором какая из внучек ему дороже кого мы тут же переменился и скрипнула зубами этот выбор он сделал давным-давно вот и о чем то есть ты хочешь сказать что я просто сорвалась и вернулась только не продумал заранее что буду делать ну сорваться причина у нас была хотя и правда считал что бы хотя я и правда считал что когда мы действую импульсивно и на эмоциях давайте как глубине души она была уверена что побоишь и джун не причинит ей вреда хотелось бы верить что прячь из той деревни она думала первую очередь о моей безопасности вот только мы фактически сменили одну гостиницу на другую то что ближе к офису кбш и как парыша кого мы еще не ответила закуталась в дело и отвернулась если ты на самом деле не знаю что делать дальше в этом нет ничего зазорного ты можешь поговорить со мной она не любила показывать свою слабость и отсутствие плана действий это тоже слабость как ни крути если мы вместе подумаем то что ведь обязательно придумаем на самом деле есть сам в это не верил не касан если нечего сказать то лучше помолчи бак но она не оборачиваясь я понимал ее настроение по крайней мере мне хотелось так думать на подобную реакцию на любой массу начинала воздражать ты видишь себе так солны это я виноват во всем а разве нет кто решил что мне не стоит знать о том что твоя кожа подруга будет на фестивале я же говорил химицу сказал что не придет химицу сказала и кто тебе важнее я или она каком она начинай пожалуйста я подошел к окну и выглянул на улицу больше для порядка вряд ли рассчитывать там что то увидеть что ее высматриваешь таком концов на языком вложил фото звук все свое недовольство и тебе не держу не касан да хватит уже закричала не выдерживать беспричинных нападок удивительно она за все время что мы живем деревне меня раза серьезно не ссорились даже каких-то мелких конфликтов я вспомнить не мог буквально 12 часов токио и как бы мы на добросись на меня как на врага народа не надо на меня вымещать злость если бы ты раньше сказал что-то внучка ваша жена то может до этого всего вообще бы не дошло до чего это короче вы поняли до чего это не дошло и хитро спросил как он и наконец вернулась и ко мне откинул одеяло в сторону уже не рад что появилась твоей жизни так они как это хотел остаться и химица не обременяя себе лишними проблемами а переспал со мной лишь потому что никого лучше ряд меня снашивалась я хотел быстро было сразу взмутиться и возразить каком он тут же понял что и есть все слов доля правды блять вот сложно наши знакомства действительно поставил крест на мои спокойно и размеренно даже скучной жизни из-за него я потерял любовь и дружбу химицу можно было сколько угодно убеждать себя в том что это не так на главное что я приобрел замен знаешь может ты права нужны мы постоянно что-то теряем что-то находим я по-настоящему рад что познакомился с тобой полюбил тебя даже если из-за этого моя жизнь изменилась кстати я конечно не про любовь сейчас буду говорить но потеряв одного человека я действительно познакомился ближе уже с другими хорошими людьми потому что поэтому как бы я даже под эту музыку чуть не заплакал бы я по-настоящему рад что познакомился с тобой полюбил тебя даже если из-за этого моя жизнь не изменилась к вам и явно не ожидал от меня этих слов присел на кровать и смотрел на меня даже не так не пытаясь скрыть удивление я не хочу возвращаться назад потому что было я хочу двигаться вперед вместе с тобой просто беспокойся о том что наше движение не завела нас могилу только и всего мне очень хочется чтобы ты понимала чтобы ничего от меня не скрывала чтобы мы вместе преодолевали трудности даже если они окажутся непреодолимыми и к сану в глазах как бы мы навернулись слезы прости его сиди хоть и белый виду я не хочу чтобы из-за меня пострадал порове нежность я подошел к ней обниму погладил по голове плаве я понимаю просто действительно не знаю что делать дальше и боюсь признаться в этом даже самой себе прости типа вон она я понимаю мы как нибудь разберемся во всем этом прижиняющий матрас и правда располагал близости вот я уже лежу на каком мои слои в губы затем шею затем еще ниже что сейчас будет а у меня нету на самом деле вот этих картинок 30 октября это последний день что у меня нет ладно давайте на этом себе закончим она достаточно уже долго и мне кажется у меня не буду нету картинок ну-ка последнее время меня слишком часто приобрел преследовал ощущение собственной беспомощности ладно всем спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео цен был некий сумма какая-то у нас начинается самое интересное пожалуй серьезно интересное в том плане что теперь когда мы это внучка к бояши джуна даже есть незаконно рождена так скажем это то есть выходит она да это уходит бабушка служанка вообще удивительно ладно будем дальше смотреть за наблюдением этих действий очень интересно вот теперь реально это прям теперь еще больше хочется читать только и без философии все удачи я чай допил жалко